Хорошего вечера! Кто помнит советские времена, старались не вспоминать, старались не вспоминать, а как-то сквозь зубы, нехотя, очень коротко, там по учебнике истории один абзац, и как-то неохотно даже в небольших воинских праздниках, когда вспоминали все битвы, которые выиграны, как-то вот что-то с Финляндией не ладилось с этой войной. И даже когда в советские времена ездили партийные делегации в Финляндию, то отъезжающих в ЦК КПСС на путство в международном отделе, был заведующий сектором скандинавских стран товарищ Раздорожный, его товарищи запомнили, потому как на каком-то совещании в отделе, какая-то пауза короткая, он говорит, вот тут все Париж, Париж. Я вот тоже недавно был в Париже, сделал паузу, все заинтересовались, говорят, я вам скажу сплошные контрасты. А вот товарищ Раздорожный инструктировал выезжающих туда в том смысле, что давайте про войну не вспоминать. Редчайший случай, что такое, почему война выиграна, одержана победа, достигнуто все то, чего хотели, а война не знаменитая. Итогов войны были, итогов было два. С одной стороны получили все то, что хотели, границу отодвинули от Ленинграда, получили острова, на полустрой Ханка можно было поставить военный гарнизон. Это вот одна сторона, чего хотели. Второе, четыре последствия. Первое, очень большие потери. На сегодняшний день известно 122 тысячи только убитых, в шесть раз больше, чем потери финских войск. Второе, Советский Союз после начала войны исключили из Лиги Наций, это предшественница Организации Объединенных Наций, как агрессора. В мире создалось четкое восприятие Советского Союза как агрессора, а поскольку это еще после заключения пакта с нацистской Германией, то и как союзника нацистской Германии, как такое же государство. Это очень важно, это вот оттуда пошло. Третье последствие, очень незавидная репутация Красной Армии у военных специалистов и тем более у политиков за границами нашей страны создалось впечатление, что Красная Армия небоеспособна, что она не в состоянии справиться даже со слабым, очевидно, с заведомо слабым противником. И финская война, одно из важных моментов, который подтолзнул Гитлера к нападению на Советский Союз, он пришел к выводу, что сопротивление не будет оказано. И четвертое последствие, после нападения Гитлера на Советский Союз 22 июня 1941 года Финляндия присоединилась к немецким войскам. Финские войска участвовали в окружении Ленинграда, были очень жесткими, очень стойкими. Мы снимали фильм недавно про оборону Кольского полуострова, полуострова Рыбачьей, железной дороги, которая вела от Мурманска и Мурманского порта. Ценность Мурманского порта стояла в том, что это был единственный незамерзающий порт, через который шли поставки по ленд-лизу в Советский Союз техник. Удержать Мурманск и железную дорогу надо было во что бы то ни стало. И это было крайне трудно, потому что финские, именно финские войска жестко и злобно атаковали Советскую Красную Армию. Финляндия не собиралась участвовать во Второй мировой войне на стороне Германии. И так, последствия одни и другие. И возникает вопрос, почему вообще, говоря, эта война возникла? Почему вообще возникла война между огромным Советским Союзом и маленькой Финляндией? Население, которое составляло в Турпурусь, мне не изменяет память, 3 миллиона 600 тысяч человек. Во всяком случае, Вячеслав Михайлович Молотов, глава советского правительства и нарком иностранных дел, достаточно презрительно говорил о Финляндии, населении которой меньше населения Ленинграда. Финляндия была частью Российской империи. Она стала этой частью в результате неудачных для Швеции войн начала XIX века, вошла в состав Российской империи на правах королевства. И российский император был королем Финляндии одновременно. Александр Первый со всеми его представлениями о жизни предоставил Финляндии, которая была таким образом завоевана, большие права и полномочия, которых не было ни в одной другой части Российской империи. Они получили свой парламент, свои права неотъемлемые, и это была самая демократическая территория в составе Российской империи. Потом в разные моменты Александр Второй пытался отобрать у Финляндии это право. Если, скажем, какой-то из генерал-губернаторов объявил, что чиновники обязательно должны знать русский язык, и финны на это обиделись, то при Александре Втором это стало обычным делом. Финов стали лишать многих их полномочий, что страшно обидело финнов и обидело и большую часть русской общественности, которая была на стороне Финляндии, на стороне финнов, сочувствовали финнам, хотели, чтобы у финнов вот эта демократизация продолжалась, и считали, что вот если у Финляндии это получится, как у части Российской империи, то и другие части Российской империи последуют за этим. Финны восстали в годы Первой русской революции 1905-1907 годов и вернули себе многие права, и финский сейм был достаточно полномоченным. Когда в 1917 году произошла Февральская революция, то, естественно, у финнов зародилось стремление к самостоятельности. Почему, собственно говоря, они должны быть частью Российской империи, которая перестала быть только что империей, они могут обретить государственную независимость. Тем более, что пришедшие к власти социалисты, социал-демократы всячески поддерживали самоопределение народов. Ну, если временное правительство призвало с этим не торопиться, то большевики, которые неумолимо шли к власти, ведь пропагандировали этот лозунг, поднимали его как знамя предоставления независимости всем народам права на самоопределение. И финнам это страшно понравилось. Вот летом 1917 года в Финляндию на встречу социал-демократов... Сначала это... Хорошо. Поехала Александра Михайловна Калантай. Летом 1917 года, избранная членом ЦК партии, тогда это было немного, поехала к финским социал-демократам, чтобы сказать, что мы, большевики, вас поддержим. У нее были для этого все личные мотивы, потому что ее дедушка по матери был финским крестьянином, она выросла в финской деревне, она всячески переживала за дело Финляндии и писала книги о Финляндии, о положении финских женщин, и всячески выступала за самостоятельность Финляндии. И выступая в 1917 году, хотел сказать, здесь, ну, не совсем здесь, наши соседи в Петрограде, посвятила свою речь независимости Финляндии и была встречена аплодисментами, потому что русские большевики считали своим долгом поддержать Финляндию. И уже когда большевики взяли власть, то два наркома, два министра первого советского правительства, Иосиф Виссарионович Джугашвили, который возглавил народный комиссариат по делам национальности, и Асана Михайловна Калантай, которая возглавила комиссариат государственного презрения, социального обеспечения, говоря современным языком, отправились на съезд финских социал-демократов, чтобы всячески их поддержать и сказать, что большевики на вашей стороне. Говорили страшно убедительно, произвели впечатление на финнов, которые приехали с документом в Москву, в Петроград еще, приехали в Петроград к Владимиру Чулейну, первому главе советского правительства, и сказали, что если вы провозглашаете лозунг, самоопределение, то будьте любезны, выполните волю финского народа, и согласитесь с нашей независимостью. И Владимир Ильич Ленин подписал, из первого правительства советская власть поддержали независимость Финляндии. Ну, маленький элемент лукавства, как это будет с советской властью, конечно же, присутствовал во всем этом. Потому как на самом деле Владимир Ильич Ленин, как и другие большевики, вовсе не собирались отпускать Финляндию. Расчет был на другое. Что, конечно, мы исполняем свои обещания, потому что мы такие замечательные, но в Финляндии власть должны взять, социал-демократы, левые социал-демократы, которые, конечно же, присоединятся к нам, и мы вместе совершим мировую революцию. Что и произошло, в Финляндии восстали левые социал-демократы, восстали против правительства, только что сформировано у первого правительства независимой Финляндии, очень успешно восстали, вышибли из Гельсенфорса, ныли Хельсинки, и было ощущение, что они, конечно же, победят и возьмут власть, тем более, что российские большевики не оставили в беде и в трудное положение своих собратьев и стали помогать им оружием и живой силой. И все было, и что как бы на подъем. И советское правительство, инициативу провел Нарком по делам национальности Джугасвиль, подписали еще один документ социал-демократы, уступив им еще территорию, там все, Пицама, где потом найдут столько полезных ископаемых. И все шло хорошо бы. И возможно, что там победили бы финские большевики, это стало бы частью Советской России, но тут, как назло, именно в этот момент, подписали мирный договор с немцами. Брестский мирный договор, который предусматривал массу неприятностей для России, в том числе разоружение, отказ от военно-морского флота, вывод частей Красной Армии и Красной Гвардии с Украины, из Прибалтики и из Финляндии. После того, как с территории Финляндии покинули отряды российских большевиков, туда вступили немецкие войска, которые успешно выбили остатки финских социал-демократов, Финляндия обрела независимость, но стала вовсе не советской, не социалистической, а самостоятельным государством. Остатки финских коммунистов перебрались на территорию Советского Союза. Потом уже по результатам военной кампании с Польшей крайне неудачно подписали мирный договор, с территориальной точки зрения крайне неудачный и крайне неприятный для советской России, потому что границы Финляндии действительно подступили очень близко к Питеру. Острова стратегически важные для военных моряков, острова, позволявшие контролировать Балтийское море, все оказались на территории Финляндии. Но возразить было ничего и нельзя, поскольку все произошло по закону. Ну, по закону, по закону, обида осталась. Обида эта преследовала руководителя советского государства, товарища Сталина. Он был, надо сказать, человеком чувства и эмоций, как ни странно это покажется. И обиды в отношении некоторых государств его преследовали. Обида в отношении Польши, связанная с неудачей польской кампании 20-го года, в чем Ленин тогда обвинил лично Сталина и Юго-Западный фронт будущего маршала Егорова за то, что они не оказали помощь соседям будущего маршала Тухачевскому и так далее. Обида на Польшу и обида на Финляндию. В 1939 году ситуация в стране резко меняется. Сейчас самый разгар споров о событиях 30... Ну, началось чуть раньше о событиях 1939 года, о договоре, который с 23 на 24 августа 1939 года подписал в Москве имперский министр иностранных дел Ахим фон Риббентроп, о последствиях, о вводе советских Красной Арктистей и Красной Армии на территорию Польши, обо всем. Идут такие мощные исторические споры, которые на самом деле, конечно, носят не исторический, а политический характер. Ведут эти споры вовсе не историки, для которых очень многое ясно, или которые, во всяком случае, выясняют это все совершенно другим образом, другой аргументацией и в аудиториях учебных или в комнатах заседаний научных институтов. Спор ведется политически между главами государств, между политиками, между публицистами, не имеет ни малейшего отношения к реальной политической истории, наносит тяжелый ущерб сегодняшним отношениям между народом. События 30-го. Нам придется вернуться к 23 августа 1939 года, к пакту Молотов-Риббентроп. Так он вошел в историю, потому что договор был подписан двухсторонне между Советской Россией и нацистской Германией, подписанной с Риббентропом, с другой главой правительства, наркомой иностранных дел Молотом. Трактовка... У нас было много трактовок. Разнообразных. Ну, свершив массу поворотов, вернулись к основополагающему, что это нужно было сделать для того, чтобы предупредить нападение немцев на Советский Союз, отсрочно отложить войну, чтобы набраться сил и встретить немцев в 1941 году уже готовыми и вооруженными. Если бы этот договор не был подписан, война началась бы раньше на худших для Советского Союза условиях. Версия-то существует, принята многими очень, хотя, как говорят юристы, не подтверждается реальными обстоятельствами дела. Мы располагаем с 1945 года, с лета 1945 года, всеми документами Третьего Рейха, абсолютно всеми. Там замаловалась, что-то картотека СССР надержалась у американцев, но она не имеет к этому отношения. Ну, люди военные знают, что просто так начать войну нельзя, к ней надо хотя бы немножко, но подготовиться. Поэтому перед любой военной акцией составляются планы. В генеральном штабе сухопутных сил Вермахта не было ни одного плана, в котором бы речь шла о возможности военных действий против Советского Союза в 1939 году. Просто ни одного такого документа, даже нет упоминания такой идеи, даже нет задания исполнить такой план. по понятным причинам. В летом и осенью 1939 года немецкая Германия не была готова к войне с Советским Союзом. Что понимал даже такой авантюрист и фанфарон, недоучка, как Адольф Гитлер. Поэтому ему позарез, позарез. Нужен был хотя бы нейтралитет Советского Союза, потому что он и его генералы понимают, что если бы Советский Союз, Красная Армия оказали бы военную поддержку Польше в 1939 году, то исход кампании, скорее всего, сложился бы не в пользу нацистской Германии. Поэтому в августе 1939 года Гитлеру просто необходимо было увериться в том, что Сталин не поддержит Польшу в начавшейся войне. Поэтому Гитлер был готов решительно на все. На что он был готов? Он был готов на то, чтобы помочь Сталину и Молотову реализовать идеи, которые давно, как мы теперь понимаем, давно их вдохновляли. А там было два набора идей. Первое. Это надо вернуться к территориям бывшей Российской империи, утраченном в результате неудачных войн, связанных с гражданской войной. И второе. Все это является расширение территории Советского Союза. Ведь это же вовсе не завоевание других государств. А это значит принести счастье и благо народам, которые только и ждут появления Красной Армии. Ведь задача большевиков была и оставалась мировая революция. Что значит мировая революция? Это помочь человечеству наконец скинуть капиталистов, антинародные режимы, получить возможность самим управлять своей жизнью и создать наконец полноценное коммунистическое общество, которое одно только и способно сделать человека счастливым. И поэтому, конечно же, Красная Армия, она для того и создана, потому большевики взяли власть в Советской России, нарушая Марксова идеи о том, что революция должна произойти во всем мире, для того, чтобы с этого начать, а с помощью Красной Армии нести эти замечательные идеи и оказывать поддержку всем, кто намерен наконец устроить жизнь человечества к лучшему. Поэтому вступление Красной Армии вперед, это вовсе не за какой-то там захват территории или еще что-то, упаси Господь, а это и есть возможность дать людям свободу и счастье. Это чудесным образом в их головах существовало и разделялось большим числом людей. Как себе они представляли это все? Ну, раз Гитлер намерен расчленить Польшу, то, собственно говоря, почему же, ведь вообще говоря, Варшава была частью Российской империи, почему, собственно говоря, все это должно отойти к немцам, почему Прибалтийские страны должны быть под чем-то другим влиянием, и почему, собственно говоря, финские границы находятся в таком неудачном для Советской России положении. военные создания, разработка планов военной кампании против Финляндии начались еще летом 1939 года, еще думать мы располагаем ими теперь до пакта Молд-Фриббентроп и задолго до реального начала войны. То есть, эти мысли не покидали людей. Это может показаться странным, не знаю, обратили вы внимание или нет на высказанное членом Конституционного суда особое мнение. По-моему, вчера об этом все средства массовой информации говорили, и все сосредоточились на его пассаже о том, что нынешняя Россия, демократическая Россия не может быть продолжательницей дела Советского Союза. Но я бы обратил внимание на другие его характеристики, в которых он именует советский режим незаконным и преступным. Говоря о том, что он совершал чудовищные преступления, был создан незаконно, что начинается с разгона учредительного собрания, которое только и было полномоченным представителем народа России. И, ну, последовали комментарии, что он, в конце концов, это его личное мнение, это личное мнение одного из нескольких юристов, в которых государство, члены Конституционного суда, назначаются указом президента, уполномочен высказывать свое мнение относительно ключевых юридических проблем. И думаю, что его мнение о характере режима того времени, конечно, не может не остаться незамеченным. Событие после заключения пакта Молотов-Риббинтова по секретному протоколу, да, секретным он был только для советских людей, как был, так и остался, потому что 23-го подписали, ну, ночью, поздненько, а утром второй секретарь немецкого посольства в Москве, Хога фон Херральд, встретился с сотрудником американского посольства, Чарльзом Болиным, известным человеком, потом станет послом Соединенных Штатов в Москве, и полностью пересказал ему содержание секретных протоколов и ход беседы. Поэтому американское руководство Соединенных Штатов и других стран было хорошо осведомлено о том, что записано в секретном дополнительном протоколе, о чем говорилось на переговорах в Кремле, ну, знали все, кроме советских людей. После событий развиваются очень быстро, в середине сентября советские войска вступают на территорию Польши, и начинается выяснение вопроса с прибалтами. Ну, у нас есть каждая встреча наркома иностранных дел или заместителя с иностранными послами стенографиру записывалось. У нас есть эти записи. Молотов по одному приглашал себе послов Литвы, Латвии, Латвии, Эстонии. Разговоры были несколько минут. Он им говорил, что создалась необходимость создать на вашей территории военные базы. Там будет у вас размещено 35 тысяч человек. Посол говорит, у нас вся армия там в половину меньше, ну, хорошо, 25 тысяч. У вас размышления до завтрашнего дня. В 1939 году были подписаны договоры со всеми Балтийскими республиками о создании там военных баз Красной Армии, куда отправились значительные контингенты Красной Армии, Ну, а следующий год там эти события будут развиваться. Предложение в Финляндии было сделано другого свойства. Предложение было сделано такое, что мы хотим разместить у вас там военные базы, потому что стратегически важно, и мы предлагаем вам обменяться территориями. Мы вам отдадим территории вдвое больше, там, в Карелии, причем вместе с людьми. Вообще никто не обращал внимания. Отдадим вам территория вместе с людьми, как с крепостными. Даже никто не сказал спрашивать, хотят они, ну, может быть, они хотели филианить, неважно, ну, как бы надо спросить. Это вообще даже не обсуждалось. Это как вместе с крепостными передаем вам территорию. Много, берите много, берите в два раза больше, чем вы отдадите. При Балте вот размышляли там в течение нескольких минут и тут же соглашались, а финны не согласились совсем. Финны совсем не согласились. Тогда их вызвали в Москву на переговор. Они еще не сразу приехали, не на следующее утро, а еще через несколько дней. Что, конечно, дико разозлили Вячеслава Михайловича Молотова, который не привык к этому. В советской дипломатии руководил человек, который, вы знаете, вот если люди говорят, годятся в дипломаты, не годятся в дипломаты. Он был полной противоположностью того, что мы представляем себе как дипломат. Но дипломат, в чем сущность дипломатии? Ты ищешь какой-то компромисс, который будет выгоден твоей стране, но он будет приемлем и для другой. Для этого ты должен слушать своего оппонента или партнера, приводить убедительные аргументы, как-то стараться быть с ним любезным, ну, каким-то образом воздействовать. Вот я объясню, что имеется в виду. Вот Леонид Ильич Брежнев, скажем, был страшно напуган в 72-м году сближением Китая и Соединенных Штатов. И он был инициатором того, чтобы президент Никсон был, первый приезд американского президента в Советский СССР, он приехал. Подготовительные переговоры вел Генри Киссинджер, советник президента по национальной безопасности, такая выдающаяся фигура. Он переговоры как-то за столом, много людей, Брежнев понял, не годится. И он берет Киссинджера, переводчика, Виктора Михайловича Суходрева, замечательного, лучшего нашего переводчика, везет его завидовать, военно-охотничий заповедник. Мне это Суходрев описывал просто в деталях. Вот он немножко пострелял, Брежнев потом, не садятся, Суходрев говорит, ну, у меня с собой сумка открыл, там, значит, столичное, пиво, вон там, колбаска, сыр, еще что-то. Брежнев говорит, Киссинджеру, Генри, что ты съешь, бери нож, нарезай колбасу. И пока они нарезают колбасу, еще что-то, Брежнев начинает ему говорить, вшел этот разговор, важный разговор, потому что Киссинджеру сказал, да, вы не думайте, да, там, президент Никсон, он сказал такие слова дружеские отношения к Китаю, но виной там был мат, а это китайская водка, там, за 50 грамм, крепкая штука, а Никсона опыта-то не было, алкогольного, откуда у него, Господи. Вот, и поэтому вы не думайте, значит, на самом деле мы хотим с вами сотрудничать. Вот это есть дипломат. А Вячеслав Михайлович вел себя по-другому, мне его помощник рассказывал, Виктор Ерофеев, Владимир, Виктор Сынов Владимирович Ерофеев. Он, Молотов, зачитывал текст, который был подготовлен, ну, посол, который он вызвал, полагал, что это вот, ну, как бы первая позиция. Он, посол, излагал свою позицию в надежде, что Молотов тогда начнет какое-то сближение. Молотов, в лучшем случае, зачитывал еще раз и говорил, все, мы ждем вашего ответа. Ну, когда речь шла о Прибалт, то это подействовало, потому что они были страшно напуганы. Вячеслав Михайлович был такой, знаете, от рождения, вот мне у помощники рассказывают, сидим, говорит, поздно вечером, за полночь, куда-то к Сталину уехал, то он возвращал, а мы в шахматы играем. Он, говорит, проходит мимо нас, смотрит, говорит, я тоже однажды играл в шахматы в тюрьме. У него там заболел помощник, он его вызвал, говорит, ну, вы же взрослый человек, одевайте калоши, закрывайте форточку, ну, куда вы годитесь, и уволил-то. Такой, значит, был стиль. Он был невероятно организован до бесконечности, у него, значит, на столе бумаги лежали в четком порядке, вот эти, которые надо ответить немедленно, вот эти можно ответить в течение нескольких часов, эти до конца дня, и случая не было, чтобы он задержал на минутку или еще что-то. Все смотрели на 17-е весны, там Штирлиц спал, там, 15 минут, но Штирлиц это не было, а Вячеслав Михайлович в прямом смысле говорил начальнику охраны, я пойду, посплю 15 минут, через 15 минут меня разбудили, он точно выходил в комнату отдыха, у него был рядом, спал 15, он возвращался и был полон свежий, готов к труду и обороне. Кстати, назначение его в наркомат иностранных дел, что обычно трактуется в нашей истории как, ну, свидетельство, намерение Сталина изменить внешнюю политику, поэтому он отодвинул Литвийного, сторонника коллективной безопасности, антифашиста, и назначил Молотова, на мой взгляд, это совершенно не связано с этим. Назначение Молотова в наркомат иностранных дел было началом его крушения политического, потому что на протяжении, ну, почти 10 лет он был вторым человеком в стране и для всего мира. Два портрета носили Сталина и Молотова. Молотов воспринимался как второй человек и возможный наследник. А Сталину не нужен был ни наследник, ни второй человек. Поэтому в начале 39-го года начинается дело против его жены Полины Семеновны Жемчужной, которую, что-то у Вячеслава Михайловича было хорошее к этому любовь к жене и к дочери, которую Вячеслав Михайлович любил всю жизнь. И вот началось, дело было против Жемчужины и всему партийному аппарату было рассказано, что Вячеслав Михайлович Молотова жената оказывается связана с антисоветским элементом, ее вывели из состава кандидата в члены ЦК, лишили поста наркома, министра и так далее. И увод Вячеслава Михайловича в наркоматы иностранных дел был началом его понижения. Потому что глава правительства, а теперь он формально еще два года будет оставаться главой правительства, на самом деле он уже отстранен от этой должности. Вячеслав Михайлович Молотов все это прекрасно понимал, в отличие от других. Поэтому он ни слова не отступал от того, что ему сказал Сталин, строго исполнял инструкции, не позволял себе никакой от себя и другим не позволял. Поэтому с приходом Молотова в наркомат иностранных дел советская дипломатия по существу умирает, потому что у посла, как у полномочного предстоитета, всегда были, есть и будут некоторые возможности для того, чтобы, применяясь к ситуации, к людям, с которыми имеют дело, проводить свою линию. Все было жестко определено, не отступать ни от слова, жестко исполнять. Так вот, Афины этого ничего, видно, не знали из того, что мы с вами здесь обсуждаем. Они позволили себе приехать позже. В общем, дико разозлили Вячеслав Михайлович. Хуже того. Они отвергли все предложения, сделанные им в Советском Союзе. И уехали домой под жесткие и неодобрительные слова. И Александра Михайловна Калантай, горячо мной любимая, поняла первой, что будет война. А Александра Михайловна Калантай, Бог выражил, когда они поехали со Сталином в конце 1917 года в Финляндию, видимо, она ему понравилась. Ей не по-женски, просто вот понравилась и понравилась. А потом еще Александра Михайловна ведь претендовала на большие роли, а ее оттесняли. Был Кайна Софьер Норман, которая нравилась Владимир Владимировичу Ленину. И она возглавила в ЦК партии женский отдел. А Николан Тай, которая была главной феминисткой Советского Союза, в положительном смысле так говорю, она действительно за два с половиной месяца своего министерства создала полное законодательство, которое открывало перед женщинами все возможности, действительно, делало очень много. А в исполкоме Коминтерна сидел Зиновьев, который не любил Калантая. В общем, Троцкий ее не любил. Со всеми отношениями не сквозь. И она пошла к Юсиву Ивановичу Сталину, который только-только стал генеральным секретарем Возглава партии на Апорту. Что называется, упала ему в ноги. У нее есть дневник чудесный, который она все описывает. И попросилась на загранработу. А еще не хотели отправлять. Был нарком иностранных дел Юрий Васильевич Чичерин, который как-то к Калантая плохо относился, потому что он, как правильно выразиться, был не... В общем, он женщиной не интересовался. И Калантай тоже. А если Виссарионович как-то расположился к Калантая, она отправилась в Мексику, потом в Швецию, она стала полпредом в Швеции, первый советский посол. И Александр Михайлович Калантая поняла, что будет война с Финляндией, чего она ужасно не хотела. Во-первых, ей не хотелось, чтобы погибали люди. Во-вторых, она не хотела, чтобы погибла Финляндия. Третье, она как раз хорошо работая в Швеции и зная внешний мир, в отличие от наркома иностранных дел Молотова, который один раз только был до этого за границей. Он жену отправил лечиться в Чехословакию, потом ездил на вещачь, в Италию заехал фашистскую, посмотреть, что там и как. Она хорошо разбиралась в иностранной жизни и не понимала, что за этим последует. И она попросилась в Москву. И поскольку у нее были особые отношения со Сталином, то ей разрешили. Она приехала, она писала, как пришла в Кремль к Молотову. И он говорит, ну что, приехали заступаться за своих любимых финнов. А Калантая стал, он говорит, что в случае войны вся прогрессивная общественность будет... Она говорит, Молотова скажет, прогрессивная общественность ваша. Это кто, англичане, что ли? Ничего не поделаешь. Через три дня вопрос будет решен в нашей Бонгейсенфорксе, и финны жестоко пожалеют, что они это сделали. Три дня – это такая цифра, некрасивая, это цифра, которую они оперировали. Они действительно думали, что раз финны проявили себя так недальновидно, то действительно придется как-то навести порядок. Ну и дня три, конечно, на это понадобится. Когда план боевых операций против Финляндии был составлен в штабе Ленинградского военного округа, которым командовал Кирилл Мерецков, будущий маршал, то Сталин был удивлен, что там потребовалось несколько недель на эту операцию. А начальник генерального штаба, которым в ту пору был бывший полковник царской армии Борис Михайлович Шапочник, который в отличие от каких-то других людей это понимал, военное дело, Шапочник сказал, что надо бы разработать эту операцию в генеральном штабе, что потребуется несколько месяцев на подготовку. И Сталин на него посмотрел с изумлением, но вот тут уважаемый человек ничего не понимает в военном деле. Шапочников был прирожденный военный и хорошо образованный человек и с опытом Первой мировой войны. У него все было, кроме одного. Он не решался отстаивать свою точку зрения. Ну, то есть, может быть, поэтому он и выжил. Но отстаивать свою точку зрения он никогда не решался. И это Сталину нравилось, назначая Шапочникова начальником генерального штаба. Там, что такое, Сталин мог приятное, сказал, а Шапочников ему говорит, что, что Сталин, я в силу возраста и нездоровье едва ли справлюсь, на что Сталин спризнился, сказал ему фразу, ставшую классическую. Начальник генерального штаба полдня должен лежать на диване и думать. Ну, вы с этим справитесь. Короче говоря, генеральный штаб Красной Армии был отстранен от подготовки к финской кампании. Все было поручено штабу Ленинградского военного округа, что и проявилось. Война началась с инцидента 26 ноября 1939 года, когда, как сообщил ТАСС, а потом и газеты, Финляндия, финская артиллерия обстреляла советскую территорию, несколько красноармейцев погибли, а несколько были ранены. Прошло с этого события, с этого дня больше 80 лет, и за эти 80 лет так и не удалось никому из исследователей узнать имена погибших красноармейцев и раненых красноармейцев, хотя, казалось бы, должно было быть оказано им уважение, воинскими почестями похоронить, родственникам сообщить. Эти имена так и остались неизвестными. Когда начнется уже финская война, и в плен попадет достаточное количество красноармейцев, как красноармейцев, так и командиров Красной армии, то финны, допрашивая их, будут интересоваться этим инцидентом. И там нашлись люди, которые были поблизости, и они будут рассказывать, что на самом деле, конечно, Финляндия никакая не стреляла. И это справедливо, потому что финская артиллерия пока по приказу командующего Маннергейма была отведена настолько далеко, что, в принципе, если бы даже что-то и выставил, снаряды бы до границы не долетели. А что выстрелы были произведены в советской территории, соответственно, финны здесь совершенно ни при чем. Одно можно сказать точно, что руководителем Ленинградского управления государственной безопасности был Сергей Васильевич Гоглидзе, один из близких к Берии людей. Его расстреляют в 1953 году вместе с Берией. Он был человеком невероятно изобретательным. Вот Ленинградский период мне не очень известен, а я знаю больше период, когда он руководил госбезопасностью в Приморском крае. И у него там были созданы такое уникальное явление, как ложный закордон. Если коротко говорить, то людей, которых подозревали в том, что они работают на иностранную разведку, вызывали управление госбезопасностью и говорили, тебе, друг, важная задача от Родины. Пойдешь на ту сторону от китайской территории, оккупированной японцами, и будешь там с важной разведывательной миссией. Человек говорит, да как, я же не просил. Ты справишься, ты же советский человек справишься. Его перевозили через границу, а там их хватали белогвардейцы и японцы, начинали бить и мучить чудовищно. И большинство людей не выдерживали и все рассказывали, что действительно им задание было такое. И тогда им говорили, у тебя единственный шанс, пойдешь на ту сторону, для нас будешь шпионить. И люди, соглашались на все, думали, господи, доберусь до Родины, там все расскажу, а там их брали, сажали за шпионаж. За границу их никакой не отправляли. Это было все на территории Советского Союза. Это были китайцы, коммунисты на нашей территории, существовавшие, переодевшие сотрудники госбезопасности, которые эту операцию осуществляли. Это называлось ложный закордон, за который они все получили ордена. То есть Сергей Евгеньевич Гоглидзе был человеком, способным на творческие, такие творческие, невероятные идеи. Последовало самое жесткое заявление советского правительства, что наглая провокация не останется без ответа. И не осталось без ответа. Советские части Красной Армии перешли в наступление. И началась бомбардировка. И летчики, как потом выяснилось, наши бомбардировочные авиации перепутали координаты и бомбили гражданские кварталы Хельсинки. Есть даже съемки этого всего, что произвело тяжелейшее впечатление, потому что бомбардировка граждан города, только что мирного города на севере Европы произвело тяжелейшее впечатление. Делегация Советского Союза была приглашена в Женеву на заседание Лиги наций, естественно, не отправилась. Была там осуждена как агрессор, и Советский Союз был исключен из Лиги наций, которые уже покинули Италию, Японию и Германию. Наступление началось довольно бодро и очень быстро остановилось. К удивлению невероятному и высшего политического руководства, и военного командования, части Красной Армии, которые должны были мгновенно сломить сопротивление малочисленных финских войск, встретили ожесточенное сопротивление, остановились, стали нести очень большие, ощутимо большие потери. Финляндия не принадлежала к числу больших военных держав. Более того, хотя у нас Финляндия ассоциируется с именем Маннергейма, человека, который служил в царской армии, шел до генеральского звания, участвовал в Японской войне, участвовал в Первой мировой войне, был вполне успешным генералом, потом вернулся на свою историческую родину. Хотя в нашем восприятии Финляндия связана с именем Маннергейма, но на самом деле Финляндия вот уже много лет находилась у власти правительства, которое всячески противилось выделению денег, больших денег на вооруженные силы, военные расходы сокращались, тратить деньги на закупку вооружения тем более не хотели, и когда ты смотришь на соотношение вооруженных сил и вооружения, то это, конечно, совершенно несопоставимые цифры, там два десятка танков, условно говоря, Финляндии там было, потом они купили еще в ходе войны, но это просто ничтожные какие-то цифры, то есть это была, конечно, маловооруженная, совершенно не собиравшаяся воевать страна. Что она демонстрировала своей политикой нейтралитета и своей политикой в оборонной, то есть невысокими военными расходами. Линия Маннергейма тоже окружена невероятными мифами. На самом деле, потом военные специалисты будут тщательно обследовать, это не была такая уж непреодолимая преграда, там было много таких пулеметных точек, небольшое количество дотов, небольшое количество таких противотанковых укреплений, но достаточно небольшие. Так что проблема состояла вовсе не в каких-то невероятных особых качествах финского солдата, не в особом современном финском оружии, хотя у финнов действительно были пулеметы-автоматы, а в нашей стране их не было, потому что наркомобороны Климент Ефимович Ворошилов на предложение взять на вооружение автомат, когда показали обыдные образцы, сказал, да вы что, это же столько пуль будет в пустую расходоваться, да вы что, это нельзя, социалистическая экономика этого не позволяет. Потом после финской войны начнется перевооружение и пистолеты и пулемет, то есть автоматы в нашем обиходе будут поступать на вооружение Краснодара, хотя с большим опозданием, что в 1941 году тоже будет ощутимо. Так что дело не в особых качествах финских вооруженных сил, не в особых качествах финского оружия, не в линии Маннергейна, а в чем-то другом. Вот я не знаю, люди мои, вот я во всяком, у меня во всяком случае в детстве были книжки вот того времени детские, и там были истории про кукушку. А вы, может быть, даже как люди молодые не знаете, это были истории такие для детей, для школьников написаны, я читал, маленькие, с огромным интересом. Фины забирались на деревья, замирали там, и когда шли красноармейцы, то они, не видишь, там на дереве сидят, и в спину стреляли. И я скажу вам, действовало, во-первых, какие омерзительные, в спину стреляют, вообще на дереве сидят, то есть полное омерзение, конечно, финны вызывали. Ну, потом, с возрастом, знакомясь с военным делом, ну, всякий может понять, что, во-первых, на дереве долго человек просидит, он окоченеет, и руки у него окоченеют, и снайпер на дереве сидеть не может, больше нескольких минут, и потом, если он выстрелит с дерева, он уже отдачи просто сбросит. Поэтому никаких кушек не было, но эти истории, они ведь возникают, потом уже в какое-то более близкое на время, помните, белые колготки возникнут, еще что-то. Это поиск объяснения непонятного. Каким образом, очевидно, более слабый противник так успешно тебе сопротивляется. И ты ищешь объяснение. Ну, есть более сложные объяснения, которые ты отвергаешь, ты находишь более простые. А более сложные объяснения, на самом деле, за ним далеко ходить не надо. Поразительным образом в нашем распоряжении есть два сборника документов, из которых картина войны и происходившего на войне рисуется абсолютно точно. Первое, это стенограммы совещания высшего командного состава, проведенного в Москве под руководством самого Сталина в апреле 40-го года сразу же после финской кампании. Вот такой том, такой толстый, или два тома, ну, у кого какое издание, где командиры, ну, считая, что они в своем кругу, в общем, высказываются достаточно откровенно. А второй документ, второй набор документов стал нам доступен позднее, несколько лет назад, когда Институт российской истории, под руководством членок-корреспондента Академии наук Сахарова выпустил двухтомник документов особых отделов Красной Армии и финской тайной полиции. Ну, документы финской тайной полиции, скажем, сразу неинтересны, ну, нам во всех, финнам, наверное, интересно, а документы особых отделов невероятны. Что такое, о чем идет речь? Ну, в каждом, в каждой части, в каждом подразделении был представитель особого отдела военной контрразведки особиста, военный чекист, который должен был составлять регулярно, практически каждый день, отчет о том, что происходило. Ну, уж как минимум, из каких-то чрезвычайных обстоятельств. Это не художественные произведения. Там не Бальзаки сидели, и не Вольтеры, а просто, значит, там, младший офицер особого отдела, полка, дивизии, бригады, корпуса, армии. Вот он записывал, что происходит. Но записывал точно, потому что соврать он не мог, поскольку бы ответил перед этим, за это перед начальством. Так вот, я вам скажу, что читать это невозможно. Это истории про оставленных на поле боя бойцов, раненых бойцов и командиров, за которыми потом вернулись и их уже съели звери. Это история о том, как командир полка не может читать карту, поэтому он вывел свой полк не туда. Это история о том, как танкисты, которые не понимали, куда им надо, несколько раз гоняли танки, а они остановились, потому что танк, это не мотоцикл, на котором можно ездить сколько угодно. Танк, он предназначен, чтобы добраться до поля боя и воевать. А если у него сказ погонять, он останавливается. Это история о том, как части попадают в окружение, потому что командиры вообще не понимают, как им и что делать. Они просто не готовы командовать части ни полком, ни дивизии, там целые дивидии попадают в плен и гибнут. Это история о том, как отправляют на фронт зима. Ну, декабрь уже прохладно. Не как пишут, что там была какая-то невероятная холодная зима. Нет, не невероятно. Но просто если ты в летней обуви, в декабре на снегу, то тебе холодно. А это еще даже на совещании тогда, в апреле 40-го года, командующий говорит, что у нас в дырявые обуви солдаты отправляют. То есть, в летнем обмундировании дырявые обуви. Или с лыжами, но без палок. Или то, что потрясло тогда маршала Шапошникова, что потрясает и по сей день. Это когда выяснил, начальник снабжения Красной Армии, генерал Хрулев, объясняет, что они не знали, сколько солдат надо кормить. Дырявые обуви, что у Шапошников такой осторожный, говорит, как же, вот я когда командовал полковом в Первую мировую, да я каждого бойца знал точно, сколько у меня солдат. А Хрулев говорит, а нам не докладывают. Они не докладывают, потом они не докладывали, в смысле, снабжать было нечем, кормить было нечем. Зима, значит, пока хлеб довезут, ну, это же как-то не в теплом микроавтобусе, а там в грузовике. Хлеб пока доехал за полдня, он превратился в камень. Как его есть-то? Только потом возникло концентратов, еще чего-то. Выяснилось то, что руководитель Института Российской истории Андрей Николаевич Шахаров назвал цивилизационным отставанием. То есть отставанием не в том, что мы там, ну, автоматы не вовремя приняли на вооружение, но это неприятно, но не катастрофа. Цивилизационное это другое. Вот у нас все было написано, что все грамотные, но советская власть делала людей грамотными, семилетка, а там выясняется, они не грамотные, они ни карту прочитать не могут, ни приказ, ни название места, не могут определиться, где они находятся, не могут сориентироваться. Это командиры полка, который не в состоянии свою часть вывести туда, куда надо. А где и когда он мог научиться, если он полтора месяца учился всего военному делу, а потом получает под командование несколько тысяч человек. это результат компаний тяжелых массовых военных репрессий, в ходе которых было уничтожен не только высший командный состав, но огромное количество офицеров среднего звена. Это результат репрессий, в ходе которых был уничтожен преподавательский состав военно-учебных заведений, в результате выпущенные этими учебными заведениями офицеры, не знали всего того, что было необходимо. Это результат военных репрессий, при которых было разрушено ощущение военного братства и военного доверия. Ты же командиру доверять должен, ты же ему доверяешь свою судьбу, ты подчиняешься приказу, потому что знаешь, что он тебя к победе ведет. А если предыдущего комполка расстреляли как японского шпиона, а его заместителя как польского шпиона, а предыдущего комполка как немецкого шпиона, то черт его знает, кто этот нынешний комполка и куда он тебя поведет. Описание существующего в казарме, ну, у нас военные казармы никогда не были местом особого комфорта, даже в позднесоветское время, но то, что происходило тогда, это вообще чудовищное описание, каких жалких условиях держали бойцов Красной Армии. И вот этот набор всего исказался, когда их отправили на войну, смысл, который они не понимали. Смысл, который они не очень понимали, потому что не на них кто-то напал, как в 1941 году, и это будет совсем другая история, а отправили их, значит, во-первых, наказать за то, что себе позволили, а второе, как только выбили финнов с небольшого участка финской территории, туда повезли одного из руководителей финской компартии, Отто Вильгельма Кусинина, Кусинина, именем его улица названа у нас Москве, он известный деятель международного коммунистического движения и советского государства, он со временем при Никите Сергеевич Хрущеве стоит одним из руководителей советского государства, членом президиума ЦК, вот Ольта Вильгельминовича Кусинина, еще несколько финских коммунистов, дело в том, что бежали тогда, после 1918 года, к нам в страну много финских коммунистов, осталось не так много, поэтому, когда они понадобились в 1939 году, возникли сложно, но были, был один храбрый финский офицер, фин по происхождению, который сражался в Испании, получил орден, вернул, его назначили командиром корпуса, финского корпуса, куда стали мобилизовывать людей, но старались из Карелии, которые как-то близки к финским делам, председатель сайта министров Карельской автономной области Прокофьев переименовали финскую фамилию, еще несколько людей собрали, отвезли в Терриоке, где было зафиксировано образование финской демократической республики и правительство демократической республики, которое возглавил Отто Вильгельманович Кусенин. Заседание это стенографировал его сын, по-русски, естественно. Потом эти документы привезли в Ленинград, где руководитель Ленинградской области Андрей Александрович Жданов велел это все опубликовать и передать по радио со ссылкой, значит, перевод с финского радиоперехват, сообщение о том, что на самом деле Красная Армия вовсе не отправилась там завоевывать Финляндию, как кому-то показалось в Лиге Наций в Женеве, а пришла на помощь восставшему финскому народу, законному правительству в Финляндии. Потому что на следующий день Отто Вильгельмановича Кусина привезли в Кремль, где генеральный секретарь ЦК партии и глава правительства и наркома иностранных дел Молотов подписали с ним соглашение о взаимопомощи и сотрудничестве тоже с секретным протоколом о судьбе того же полуострова Ханка, где должен быть размещен военный гарнизон. И Красная Армия пришла на помощь настоящей Финляндии. И Молотов сделал заявление, что все слухи о войне с Финляндией это абсолютная ложь, мы с Финляндией не воюем, напротив, мы пришли на помощь законного правительства Финляндии и помогаем этому правительству навести в стране порядок. Это некоторое время это продолжалось, там, значит, под руководством Кусина сочинялись документы обращения к Сталину с благословением благодарности на финском переводили на русский или на русском писали на финский переводили, но по-всякому было, в зависимости от технических возможностей, формировали эти части, еще, там стали что-то печатать на финском языке. Потом, когда бои уже так пойдут более удачно, про них забудут и таким образом воевали. То есть, солдаты не очень понимают, почему они должны помогать Финской Демократической Республике. Александр Трифонович Твардовский придумал своего Василия Теркина не во время Великой Отечественной войны, а во время Финской. Но если вы возьмете и почитаете эти стихи, они вам сильно не понравятся. Это совершенно другой Твардовский. Ну, ни одна строчка там не говорит о том, что это выдающийся русский поэт. Потому что Александр Трифонович Твардовский, который хотя бы был партийным человеком, разделял линию партии, хотел ей помогать, не у душа его внутренне сопротивлялась и ничего у него там не вышло. Хотя на самом деле война вызвала достаточный энтузиазм среди молодежи. В высших учебных заведениях здесь в Москве добровольцы собирались и уходили на фронт. В самом выдающемся московском учебном заведении Институт философии и литературы Мнифли, Мнифли, как-то угад, там сформировалась большая группа из поэтов, в которой в состав этой группы вошел Игорь еще мой любимый Александр Николаевич Шелепин, который станет одним из руководителей партии и правительства. Они отправились на фронт, финские воевали, вернулись, он вернулся с орденом, что определило его политическую карьеру. То есть какое-то количество людей действительно вдохновилось этим идеей. Но как-то не большинство бойцов и командиров Красной Армии, которые не очень понимали, что происходит. И совершенно не понимали, что происходит в Москве, не знали, что делать. Остановилось наступление, потому что прорвать линию Маннергейма не удалось и стали, значит, готовиться к более серьезной операции. А в мире, как и предсказывала Александра Михайловна, Калантай действительно поднялась волна возмущения с Советским Союзом. Президент Соединенных Штатов Франклин Дилану Рузвель тот самый, который, став президентом, первым делом восстановил дипломатические отношения с Советским Союзом, потому что понимал опасность Гитлера и понимал, что необходимы все союзники, которые демонстрировали свою поддержку Советскому Союзу, ввел эмбарго на поставки в Советский Союз. Между прочим, эмбарго имело тогда значение, потому что были поставки авиамоторов и моторов для танков, что болезненно сказалось на нашей военной промышленности, хотя стали получать из Германии, но были неадекватные замены. Англия и Франция были на грани объявления войны Советскому Союзу за войну против Финляндии, особенно Франции, где началось формирование добровольческих частей, готовых отправиться в Финляндию, откуда добровольцы поехали воевать, поехали разные люди, в том числе поехало, межпочем, некоторое количество русских эмигрантов, ну, антисоветски настроенных из российского, из русского общевоинского союза, но их не так много было, но поехали. Франция стала продавать оружие, передавать и продавать оружие в Финляндии, другие европейские страны стали поставлять оружие в Финляндии, Англия стала поставлять оружие в Финляндии, и Франция была готова, вот тогда возникнет этот мотив, нанести удар по советским нефтепромыслам в Баку, в чем был смысл этой идеи, но не так сильно у них болела душа за Финляндию, хотя вот действительно вызвало возмущение эта военная компания, Советский Союз воспринимался в Франции и Англии как союзник нацистской Германии, которому Советский Союз поставляет в том числе нефть, нанести удар по нефтяным промыслам в Баку, так чтобы лишить нефти Германию. Этот план всерьез обсуждался, и всерьез обсуждался, как это технически сделать, но если премьер-министр Франции Деладье был за такую операцию, то Уинстон Черчилль, возглавивший британское правительство, был категорически против, потому что потому не Черчилль, еще был британский, Черчилль возглавит чуть позже, британское правительство было против, потому что боялось, что как раз такая политическая, такая военно-политическая акция толкнет Москву еще ближе к союзу с Германией, что будет крайне опасно. Поэтому эта операция не состоялась, но просто чтобы мы понимали, какая была реакция, она была единодушная, она была, вот тогда сформировалось отношение к Советскому Союзу, которое будет ощущаться потом очень долго. Да, совместно, после 22 июня 41 года многое изменится, будем союзниками, Сталинград произведет колоссальное впечатление на людей, будут люди восхищаться, Красная Армия идёт искренне, совершенно никогда так не восхищались нашей армии, как в годы Великой Отечественной войны, но отношение к режиму сложилось тогда и будет таким оставаться с небольшим перерывом на годы Второй мировой войны. собрались силами, мобилизовали войска, которые теперь возглавил теперь маршал Тимошенко, который только что успешно провёл польскую кампанию, он командовал фронтом, который вошёл на территорию Польши, после военной операции он станет наркомом обороны вместо Ворошилова мобилизовали огромное количество и военной техники, и дополнительные части, приготовились к новому наступлению, и второе наступление, которое началось уже в сороковом году, было, конечно, успешнее. В принципе, Финляндия, конечно же, не могла противостоять Советскому Союзу, ни при каких обстоятельствах. Военная мощь одного и другого государства были совершенно несопоставимы, но война продолжалась три с половиной месяца, там, сто пять дней, если мне не изменяет память, с очень большими потерями, убитыми, ранеными, попавшими в плен, с обмороженными, что произвело тяжёлое впечатление, в том числе и на руководство страны. Именно поэтому после окончания войны будет приведёт и совещание, на котором Сталин даст возможность своим военачальникам высказаться достаточно откровенно и выслушает их. Второе наступление было достаточно успешно, прорвали линию Мандергейма как раз ровно 80 лет назад, 17 февраля, если мне не изменяет память, части красной. Мне кажется, что 17 февраля уже была окончательно прорвана, но не буду с вами спорить, думаю, что просто прорывался на несколько дней. Ну вот у меня осталось в памяти, что 17-го было окончательно. Ну, значит, на целую неделю быстрее успели. Операция наконец увенчалась успехом и в общем уже до Гельсенфорса, до Хельсинки оставалось немного. Естественно, финны запросили мира. Естественно, теперь до них дошло. Они, конечно, не верили, просто в гул. Когда их приглашали на переговоры осенью 39-го года, конечно же, никому из них в голову не приходило, что может последовать настоящая война. Они думали, это переговоры. У нас одна позиция, другая, может быть, на чем-то договоримся. Теперь они поняли, что деваться им некуда, и через Швецию, через нейтральную Швецию, которая очень хотела, чтобы война закончилась, но по двум причинам. Во-первых, им было жалко финнов, во-вторых, им очень не хотелось, чтобы части Красной Армии подошли к шведской границе. А план операции был такой, конечно, дойти до границы с Швецией и с Норвегией, потому что части Красной Армии должны освободить весь финский народ от этого чудовищного буржуазно-капиталистического режима. Финнам очень не хотелось, чтобы весь финский народ был освобожден полностью, поэтому они сделали, что могли. На переговоры шли через горячо любимый Александр Михайлович Калантей, который тоже был крайне заинтересован в том, чтобы не вся Финляндия была освобождена от этого чудовищного и ненавистного всем буржуазного режима. И делала, что могла, и всячески объясняла шведам, что финнов надо уговорить согласиться на все условия, поставленные Москвой, а Москва убеждала в том, что финны точно хотят мира и надо его заключить. И в конце концов, мир был подписан на тех условиях, в общем, которые Москва выдвигала. Почему Сталин прекратил военную операцию и не освободил финский народ полностью? Я думаю, что несмотря на то, что донесения разведки, военные и политические, тщательно шлифовались, и самая неприятная информация хозяину не докладывалась, все равно из этого объема разведывательной информации следовало, какой реакция, какой яркой была реакция в мире, и какое неблагоприятное впечатление произвела Красная Армия. Я думаю, что это сильно подействовало на Сталина, и он решил прекратить войну раньше, чем она увенчалась бы полным успехом, до которого, думаю, уже оставалось немного, потому что, конечно, Красная Армия, уже прорвав ленивом Маннергейма и выйдя на оперативный простор, и уже усиленная чем могла, конечно, вполне могла рассчитывать на полную победу. Поэтому в марте мир был подписан, на это все закончилось. И вот это совещание, на котором Сталину все это рассказывают, жалуются друг на друга, командующие авиации Ленинградского военного округа, говорят, ну у нас разведданные были с 17-го года, ну чуть получше, 30-го, а где же свежая информация? А начальник военной разведки, сам замечательный военный летчик, говорит, что люди боятся идти в разведку, потому и подтверждают Мерецков, который командовал армией, которая прорвалась вперед. Люди боятся идти в разведку, потому что потом про них скажут, что сами шпионы. И Сталин так изумлен, говорит, да что вы говорить, ну у нас люди бывают за границей, это такая важная миссия. Ну да, это он знал, что побывавшего за границей потом расстреливают, как иностранного шпиона. Но он там делал все время такое лицо удивленное, что вы говорите? начальник разведки говорит, ну как же так, мы вот подготовили сборники, в которых собраны данные об иностранных армиях, так никто из офицеров не читает. ему говорит, да потому что на них штамп секретный, надо в спецчасть идти. Все, говорит, засекречено. Да, все засекречено. А почему, говорит, все засекречено? Просто его реплики там, это отдельное, такой отдельный жанр, говорит, что вы говорите с изумлением? А что произошло, значит, ну офицеры действительно не имели ни малейшего представления о современном военном искусстве, потому что им начальство все время говорил, что у нас самое передовое военное искусство, а там ничего нет, опыт иностранный нам ничего не дает, поэтому зачем нам это изучать? Дальше. Если они, извините, академиев не заканчивали иностранных языков, они не знали, соответственно, на языке оригинала почитать ничего не могли, но если они не получили хорошего высшего образования, они вообще-то и читать не приучены. Ну мы-то с вами хорошо знаем, что читать это же нужно привыкнуть, это же не комикс, не журнал «Крокодил», этот сборник, посвященный там вооруженным силам стран Европы, это же такое сложное чтение, надо вникать, к этому надо быть привычным, если ты не привык никогда ничего не читать, то чего ты пойдешь? Тем более, что он грифованный и в спецотделе, это значит, после того, что ты отслужил, ты не к жене с детьми идешь, а должен спецчасти читать. Ну, ну зачем? Тем более, что никто и не говорит, что надо, наоборот, говорит, что у нас тут самая передовая, наша военная наука, самая выдающаяся, а там Бог знает что. Ну уж, начальник военной разведки не сказал, что она была практически вся, период с 36 по 38 год практически полностью уничтожена, как и политическая разведка и создавалась уже заново в 39 году. Что значит заново? Это туда, отправились за границу, в резидентуру, люди, которые, не только никак за границей не было, но и часто не знали иностранных языков, ну что у нас в резидентуре политической разведки в Берлине был один человек со знанием немецкого языка. Отправлялись люди, которые языков не знали, ситуации не знали, они, конечно, делали, что могли, там была масса замечательных людей, которые, что могли, сделали, и достаточно быстро, они, начиная с 39, 39, 40, в начале 41, восстановят старые связи, создадут новый агентурный аппарат, это действительно, сделали колоссальный прорыв, но к финской войне это точно опоздали, поэтому никакой реальной информации о том, что происходило, не получали. Но на этом история у нас с финами не заканчивается, потому что некоторое ощущение, как-то легкое ощущение неудовлетворенности осталось, и мысль о том, что, может быть, все-таки надо каким-то образом освободить финский народ, она преследовала. Но тут возникло новое препятствие, которое не ожидали. Позиция Германии. Первоначальная позиция была. Гитлер в конце 39-го года строго соблюдал взятые на себя обязательства. И когда финны обратились в Берлин за некой просьбой о помощи, они услышали в ответ, что нет, нет, делайте то, как говорят вам русские, мы в этом участвовать не будем. То же самое, кстати говоря, услышали и при Балте в 39-м году. А летом 40-го года ситуация изменилась, потому что к лету 40-го года вермахт сокрушил французскую армию, выбил с территории континентальной Европы британский экспедиционный корпус, захватил пол Европы, и ситуация в Европе коренным образом изменилась. И жизнеощущение фюрера Великогерманского рейха тоже изменилось. И мысль о том, что Красная Армия еще каким-то образом продвинется по территории Финляндии, его решительно не устроило по разным причинам, в том числе, эту причину он назовет, что Финляндия поставляет там необходимые ему никель и много всего другого. И это было такое неприятное открытие для советского руководства, который считал, что ну как же, мы же договорились, мы соблюдаем свои обязательства, а ты уже отходишь. И когда Молотов в конце 40-го года отправится в Берлин на переговоры, то он, как это, предъяву сделает Гитлеру, что вы же год назад говорили о том, что вы Финляндии не интересуетесь, что называется, все на наше усмотрение. На что Гитлер вам ответит, ну вы же вообще говоря, все, что хотели, получили. Вы же хотели, они у вас получили. А все остальное-то вам зачем? И тем более, знаете, Финляндия нам поставляет много всего полезного. Вернувшись в Москву, из Москвы уже, значит, Молотов написал имперского министра Риббентроп, что Россия, Советский Союз в любом случае берет на себя обязательства, все поставки с территории Финляндии, значит, продолжить, что Германия не будет обижена. Но стало ясно, что продолжение военной операции невозможно ввиду позиции Германии. Ну а дальше ситуация будет развиваться значительно хуже, потому что, когда Германия нападет на Советский Союз, то Финляндия выступит на стороне Германии. Для финнов это продолжение войны. Война, это был первый этап, а теперь второй этап, в ходе которого они надеялись вернуть все то, что они потеряли, и даже отомстить. И поначалу наступление шло достаточно успешно, замкнули кольцо вокруг Питера. Но на Кольском полуострове в тех местах продвинуться им не удалось. Они наткнулись на такое сопротивление Красной Армии, что сильно прорваться вперед не смогли. И уже к концу 41-го года маршал Маннергейм понял, что война не будет успешной, что результаты его будут не очень удачными. И фактически военные усилия Финляндии на этом замораживаются. Но в состоянии войны они остаются. Но Финляндия достаточно быстро выйдет из войны тоже через посредства Александра Михайловна Калантая, хотя она была уже сильно война, у нее уже был инсульт, ее там парализовало, тем не менее она участвовала в этих переговорах. Финляндия вышла из войны с условием, что она не будет полностью занята частями Красной Армии. И не была занята. О чем потом, судя по всему, тоже сильно сожалели, потому что один из руководителей социалистической Югославии Милован Джиллас у себя в записках это пометил, как разговор между Сталиным и Ждановым, что вот зря мы как-то из-за американцев не продолжили это дело, а надо было бы. Но не продолжили. Мир был заключен на тех же условиях, все территории, которые Советский Союз считал важными и нужными, вошли в состав Советского Союза, военные базы, все. После смерти Сталина ситуация вообще внешнеполитическая изменилась, и новое советское руководство, конечно, хотело поладить, потому что невозможно находиться в контрах со всем миром, в том числе с Финляндией. И вот в послесталинское время начинается изменение отношения к Финляндии и понимание важности этой страны. Я вам должен сказать, что эта политика, конечно, увенчалась блистательным успехом, потому что в позднесоветские годы, кто помнит, даже было такое выражение финляндизация, то есть это процесс, в силу которого европейские страны отходят от общей европейской линии и готовы сотрудничать с Советским Союзом, делая максимум полезного и приятного для него. И это было действительно так. Финляндия не только была нейтральностью, не вступила ни в НАТО, никуда, она демонстрировала готовность сотрудничества с Советским Союзом, торговала, и через Финляндию даже покупалось то, чего другие европейские страны ввиду различных санкций и ограничений, там, системы КОКОМ и все прочее, никогда Советскому Союзу не продавали. Но отдать должное советским руководителям, которые это достаточно быстро осознали, в том числе отказались от военной базы в Порхолаут. Их иногда ставят практически одновременно с тем, что отказались от порта Артура и дальнего в Китае. И Хрущевы иногда это ставят в упрек, что отдал, там, порт Артура отдал, дай, цены этой базы нет. А я себе представляю, что в годы культурной революции в Китае после 66-го года вот там наши базы, и там наши моряки, и вот эти толпы обезумевшие бросаются, начинается кровопролитие, и бурно, что там бы произошло, сколько бы там пролилось крови наших ребят из-за баз, смысла которых, в общем, смысл которых не очень ясен. Относительно базы на территории Финляндии по Оркалуут Хрущев спросил у Жукова, они тебе нужны, они имеют стратегическое значение. Георгий Константинович Жуков сказал, что нет. Ну, я думаю, что никто не заподозрит Жуков в недостаточной заботе об обороноспособности нашей страны. Отказались от этой базы, это был жест Финляндии, принятый и понятый, и начинается эпоха дружбы, причем она носила такой реальный характер, и Хрущев, поехав в Хельсинки, отправляется с президентом Кеканином в баню. Что потом станет предметом обсуждения на президиуме ЦК КПСС, когда Молотов, Каганович, там, Маленков, недовольный Хрущевым, и на плену ЦК потом будут говорить, ты в бань, Молотов особо не гадал, как ты мог пойти в баню с Кеканином, с этим буржуазным политиком? Не выдержал присутствовавший на плену генеральный прокурор СЛ, Роман Андреевич, Руденко, который Молотов сказал, а с Гитлером встречаться не гнусно было. А Хрущев пытался объяснить, да я баню-то не люблю, говорил Хрущев. Тимошенко говорит, ну помнишь, мы с тобой когда-то был членом военного совета, ну там, говорит, баня иногда помоешь на фронте, так говорил Хрущев искренне, я баня не интересуюсь, я не люблю баню, ну если тебя зовет призделство, ну конечно надо пойти с ним поговорить, ну прав был Никита Сергеевич, простой был человек, но он был прав. Конечно, это увенчалось полнейшим успехом, действительно, никогда не было таких практически дружеских отношений между двумя государствами, как сложились поздно в советское время между Советским Союзом и Финляндией. Эта линия, конечно, оправдала себя, и возникает вопрос, что в общем надо было с самого начала проводить такую линию. и товарищи раздорожили, поэтому напутанные советские делегации просил, значит, ничего дурного, про войну по возможности не вспоминать, сделать вид, что ничего такого не было. Когда мы возвращаемся к этому периоду и пытаемся понять, ну, зачем они это сделали, то мы поневоле должны обратиться к личностям этих людей, и понять, что ими руководило, какие представления жизни у них было. Одно из важных, одно из важнейших обстоятельств, которые мы должны иметь в виду, конечно, это, в первую очередь, полнейшее непонимание внешнего мира. Ну, Сталин там один раз был за границей, Молотов один раз был за границей, иностранными языками они не владели, читать не читали. У них были представления о жизни, которыми они руководствовались. И не разведывательная информация, и не информация дипломатов формировала их представление о том, что происходит, а их представление о жизни меняли разведывательные и дипломатические сводки. Мы-то всегда пребывали, видишь, ну, там-то, наверху, они же все знают, к ним такой поток стекается, информация. Это кто не видел эту информацию, которая писалась и докладывалась так, чтобы она соответствовала настроениям хозяина? Кто же рискнет хозяину обратиться с вещами, которые противоречат его представлениям о жизни? А потом, ну, руководитель военной разведки Советского Союза, вообще говоря, начиналась выдающимся образом, она связана с именем Берзина, одаренного организатора разведки, советская военная разведка в 20-е, начале 30-х годов была сильнее политической. Действительно, в нее, в эту разведку пришло множество людей, которые жили за границами, прекрасно владели языками, понимали эту жизнь, они вербовали в качестве агентуры коммунистов, скрывавших свои коммунистические взгляды, ну, конечно, искренне симпатизировавших Советскому Союзу. Это были люди, которые понимали, что происходит, знали, что происходит там и пытались получить информацию. Но потом, в ходе репрессий, один за другим уничтожаются профессиональные руководители разведки, а назначаются люди, которые разведки не знали. Ну, вот Семен Урицкий, он был перед назначением начальником военной разведки, заместителем команды, штамп управления моторизацией. Дело хорошее, он хороший был военный, но в разведке это не очень хорошо разбирался. Потом его сменяет военный летчик, он еще военный летчик, замечательные люди, они там, в небе, были на месте, а в разведке они не понимали, что происходит. А потом появляется партийный работник, два партийных работника, которые вовсе ничего, один политотделом руководил разведывательное управление. Хорошая, важная, конечно, работа, но он же ничего не понимал в военных делах, ни в разведывательных делах, не понимал. Но как добывается разведывательная информация? Как она анализируется? В военной разведке взяли и упразднили аналитический отдел. Это почему? От Сталина шло, который говорил, вы мне не выводы приносите, а донесения, а уж выводы мы сами сделаем. Что значит выводы мы сами сделаем? У меня вот был в жизни один опыт, когда я читал, сидя на Лубянке, дела наших разведчиков, причем там по личному распоряжению Владимира Александровича Коричкова. Мне их дали полностью, вот целиком. И поскольку с тех пор прошли десятилетия, и я знаю уже, что произошло, то я видел, какое количество этой разведывательной информации было просто липой. Не случайная ошибка, а липой, потому что кто-то из агентов работал за деньги. Но чем больше сдашь информацию, тем больше заплатят. Просто придуманные, целые документы придуманные, вымышленные, несуществующие, ничего этого не было, донесения лежат. Что значит донесения лежат? Агент передал это в резидентуру, резидентуру переслала в Москву, это прошло через отдел, значит, который ведал соответствующую страну, передано руководству разведки, руководству разведки, доложило руководству страны, а это липа, и это липой заполненные дела. Там есть и точная информация, там была замечательная информация, пришла от реальных агентов, но их много было, это огромный, это знаете, как из ушата сыпется, грибы, не разбит, человек не понимает, что в грибах, он собирает все, что похоже на грибы, это разобрать надо, кто понимает, кто не понимает, значит, варит в таком виде, потом откачивать приходится. Значит, надо разбирать, для этого существуют аналитические управления в разведке, которые, там сидят люди, аналитики, которые, понимая ситуацию в стране, которые пытаются понять, насколько надежен агент, сравнивать его донесения с донесением других, ну тогда огромная работа, а если его просто отменяются, вот приносит начальству, но приносит то, что соответствует настроениям начальник, и ему охотно, так пожалуйста, ведь это же дальше резидент и берет от агентов ту информацию, которая нравится начальству, а агент начинает приносить такую информацию, если он за деньги предположим, были люди, которые работали за идею, они приносили то, что считали нужным и важным, а были люди работали за деньги, ну просто потому, что в бедственном положении оказался работать на разведке, ну тебе такая информация, ну да пожалуйста, я тебе сейчас еще раз принесу, и вот этот вал обрушился, то есть никакого представления о реальности нет, боже мой, какие-то я помню документы разведки, чуть поздно, 52 год, 19 съезд партии, ну у нас в стране события, а в мире вообще никто не заметил, а донесение резидентуры советской разведки из Вашингтона заполнен, соединенная американская общественность с волнением следит за событиями советской, обсуждается доклад, ну кладется на стол, то создается ведь некоторое ощущение того, что происходит, значит эти люди были отрезаны от реальной информации, они сами себя отрезали, никто в этом не виноват, они сами себя отрезали, они поставили во главе разведки людей, которые в этом не понимали, и заказывали им то, что они хотели, у Сталина же была твердая уверенность, что любой человек на любом месте справится, какая разница, что он не разбирается в разведке, а Сиридж партийный человек, они исходили из того, что имеет право абсолютно на все, это очень важно, это глубокое аморальности, полное отсутствие морально-нравственных ориентиров, характерная черта советского руководства, начиная с 17-го года, мы просто никогда об этом не задумывались, мы никогда не задумывались о том, что такое люди, побывавшие в подполье, что такое подпольщики, что такое люди, которые нигде и никогда не работали, ничего не создавали, не существовали в нормальной жизни, а существовали только в подполье, что это значит? Это значит, что они живут в мире, в котором рядом всегда предатель, агент, провокатор, и этим провокатором, агентом может быть любой, то есть врагом может быть любой, и всякого надо подозревать, и эта чудовищная подозрительность всегда присутствовала в советском руководстве, откуда это все? Да оттуда они вышли с этим и пришли на государственную работу. Человек в подполье, он же никогда, еще раз скажу, никогда ничего не производил, то есть это нулевые представления об устройстве экономики. Когда будет экономика создаваться в стране, посмотрите состав членов политбюро, ни одного человека с высшим образованием, естественно, ни одного человека с экономическим образованием, легко принимают экономические решения, неопределившие развитие нашей страны на сотни лет вперед. Они, естественно, исходили из того, что все, вообще весь мир это враги, которых надо, конечно, уничтожить, потому что задача большевиков состоит в мировой революции. Поэтому нет никакой проблемы, никакой моральной проблемы в том, чтобы их уничтожить. И нет никакой моральной проблемы в том, чтобы подписать договор с Гитлером. Ну и что? Какое это имеет значение? И мы видим колоссальную цепь чудовищных внешнеполитических ошибок, которые ведут к этим бедственным ситуациям, к гибели людей, формируют репутацию государству, мешают развиваться. Вот провели в апреле 40-го года совещание начальству командного состава Красной Армии итоги Финской войны. Выявилась вот эта всю неподготовленность, негодность. Это апрель 40-го года. До большой войны, месяца, год с лишним, можно успеть многое сделать, многое можно исправить, многое можно наладить, передумать, перекроить, по-другому сделать. Ничего не делается. Почему? Потому что, что Сталин, подводя итоги, говорит, мы победили. Мы не только Финляндию победили, мы там Англию победили, которая снабжала оружие, мы Францию победили, которая снабжала оружие, мы Германию. Но если мы всех победили, то в какой стати нам действительно переучиваться? Это они пусть переучиваются, побежденные. И даже этот опыт, хотя вот он, я вам говорю, ты читаешь эти выступления, там многие с болью в сердце говорили, потому что это же, ну это же были патриоты настоящие, Россия и Советского Союза. Они с болью говорили о том, что происходило, это уже как все не ладило, все не так. Знаете, вот одну фразу можно охарактеризовать, все не так. И они с болью в этом говорили, ты когда читаешь, у тебя другого ощущения быть не может, ну конечно, надо затевать, колоссальные реформы, надо все переделывать. Мы победили, поэтому переделывать ничего не надо. Колодку сменил, товарищ Сталин, убрал министра обороны, военного министра, наркома обороны Климента Ефремовича Ворошилова, на него возложив вину. Какая у Климента Ефремовича вина может быть? Он вообще был малограмотный человек, вообще никогда не учился военному делу. Мама его хотела, чтобы он в церковном хоре пел. Пел, кстати, неплохо. Больше ничего не имею. Сменил начальника генерального штаба, убрал Шапочникова, сказал, к вам нет никаких претензий, ну, просто надо, знаете, министры уходят, и вам надо уйти. Назначил Мерецкого начальником генерального штаба, который отличился. Мерецкого арестует 23 июня 1941 года. Война началась. Каждый человек, способный сражаться, нужен на фронте. Начинаются аресты. Значит, Мерецкого арестовали как шпиона, негодяя, врага. Но ему повезло. Причем над ним измывались чудовищные. Это потом подтвердили в 1953 году на допросах Иберия и его первый заместитель Меркулов, который сам избивал. Меркулов, я, может, рассказывал, здесь драматургом был. Всеволод Рок, у него был псевдоним, он писал пьесы. Они ставились, в том числе, в Амхате. Всеволод Николаевич Меркулов, свободный от допросов и пыток, в Риме писал пьесы. У него была замечательная пьеса. Инженер Сергеев Я читал, поскольку моя девушка занималась театром. У нас были дома подшивки журнала театра. Там была пьеса. Инженер Сергеев Я прочитал о том, как инженер Сергеев разоблачил иностранного шпиона и все прочее. Вот он сбивал Мерецкова. Там не только избивали, но я в этом зале не буду повторять, что с ним делали. Но ему повезло, потому что, когда началась, когда финны стали наступать, понадобился хороший командир на Кольский полуостров. И Лев Захарович Мехлис, назначенный опять начальником главного политического права, вспомнил, так Мерецкова надо. Ну надо и надо. Тут же в одну секунду его прямо из тюрьмы привезли, значит, к Сталину. И тут сделал вид, что как бы ничего и не было. Ну и на фронт, пожалуйста. Только Мерецков, как я понимаю, до конца жизни забыть не мог, что с ним делали, поскольку его всеми еще сопровождали соответствующие лица. И он всегда, видно, думал о том, что в любой момент назад могут вернуть. И знаете, как это влияет на полководца, который боится, боится самостоятельности, боится решительных действий. Он плохой полководец. Ну, Сарам Мерецков, у него очень претензий нет, но такого мощного полководца из него не получилось, потому что он всегда помнил о том, что каждый его шаг, каждый его приказ, каждая его записка все фиктируется, отсылается, смотрится, а вдруг кто-то решит, что он на самом... и так далее. Конечно, все болезненно. Вот так. Вот и все. Назначили маршала Тимошенко министром обороны. Ну, он любил, он кавалерист был. Вот всегда Сталин с гордостью говорил, да там на фронте, под ним 12 лошадей убил или еще что-то. Он стал проводить там такие маневры, значит, на низком уровне. Подготовка войск, все то, что необходимо было для страны, все это, конечно, сделано не было. Поэтому опыт финской войны не столько не помог. Более того, он даже, пожалуй, ухудшил ситуацию. Потому что финская война, ведь это было что такое с военной точки зрения? Это прорыв укреплений. И командование Красной Армии убедилось в том, что война современная, это вообще там какие-то моторы, это все чепуха. Это прорыв укреплений. Поэтому нам надо готовиться и обучать войска прорывать укреплений, самим создавать укреплений. Вот какая у нас будет война. А война Вторая мировая. Великая Отечественная, она, конечно, оказалась совершенно другой. То есть весь ужас того, что выяснился в ходе финской войны, что должно было быть осознанно, проанализировано и превращено в указание войскам, чтобы они успели за год с лишним подготовиться к Великой Отечественной, ничего этого сделано не было. Поэтому финскую войну и вспоминать никто не хотел. Война незнаменитая, неудачная, трагическая, погибло множество людей, раненые были и плен попало много. Финны пленных вернули. Товарищ Берия, ставший наркомом внутренних дел, написал Сталину, что пленных надо проверять. Среди них много агентур. Создали управление по делам пленных, кого-то 500, по-моему, сразу расстреляли. Отпустилось совсем немного, остальных отправили в лагеря. И так заложилась основа отношения к пленным, которые абсолютно противоречат русским воинским традициям, в которых, естественно, попавший в плен воспринимался с уважением и сочувствием, потому что в плен, ну, за редким исключением попадают по вине плохих командиров. Не потому в плен был, что плохо, потому что командир у тебя плохой. И в русской армии такого не было. Генерал Корнилов, попавший в плен и вернувшийся из плена, был удостоен аудиенции императора и орден, и более высокой должности. И это было нормально, сталинская система заложила основу такого чудовищного отношения к пленным, нашим солдатам и офицерам, попавшим в плен по сталинской живине. Я, видно, долго говорю, может быть, есть какие-нибудь вопросы, как всегда, опять о грустном. Но, впрочем, вы, должно быть, знали, что финская война это печальное событие, к сожалению. Есть ли какие-нибудь вопросы, дорогие друзья? Или это? Да, пожалуйста. А, сейчас, тут каждое слово будет записано и использовано. Сидите, ради бога, пожалуйста. Леонид Михайлович, спасибо большое за лекцию. Вопрос следующего характера. Вот есть мнение, что на самом деле есть мнение, что были сложности материального порядка, то есть даже несмотря на то, что эта война была скоротечной, были перебои с продуктом не только на фронте, но и, собственно говоря, уже население почувствовало такие вот сложности. Что вы об этом можете сказать? Вячеслав Михайлович Молотов горячо мой любимый поступал по радио и сказал, тут вот до нас дошла информация, что люди там чего-то скупают. Я, говорит, крайне сочувствую этим людям, которые закупят все то, что им не нужно будет и потом не будут знать, что с этим делать. Конечно, началась война, возникла паника, бросились в магазин и стали скупать, полагая, что война может быть долгой. Но на самом деле затруднения с продовольствием этого времени носят обычный характер. Ну, просто когда пришли все в магазин и все скупили, то магазин совсем опустел. Ну, и был-то пустой, ну, полупустой. Я не знаю, как правильно сформулировать. Трудности с продовольствием в тот момент были такие же, как обычно. Нет, финская война не потребовала такого уж большого продовольствия. На самом деле не такого уж большого напряжения сел все равно все-таки огромная страна. Поэтому нет, в этом смысле страдания были небольшие. Просто усидно люди испугались, думали, что война теперь все надо скупать. Ну, она быстро, ну, все-таки-то три месяца это не так много. То есть, объясним, это больше хаос. Да, страх. Ну, паника перед войной, конечно, никто же не знал, что она там через три месяца заколит. Думали, все, большая война. Ничего же не объясняют, боже мой. Ничего же не объясняют. Вдруг ни с того, ни с сего война с Финляндией. Какая Финляндика? Чего она на нас напала? Ну, так вот нормально же к карте подходил. Ну, такие, карту детстве были, у меня тоже так мне папа повесил. Ну, смотришь, там Финляндия, ну, все. Ну, че она на полуна, я думаю, понимание, конечно, твердого не было. Поэтому нет, в этом смысле раззор был небольшой, раззор будет потом. А трудности с продовольствием у нас с 17-го года, как большевики пришли к власти, за исключением короткого периода НЭП и до уже, до Гайдара у нас все трудности с продовольствием, потому что сельское хозяйство не подчиняется большевикам. Ну, что, мы же не знали этого. Скажите, пожалуйста, не было ли причиной возникновения войны Советского Союза с Финляндией с тем, чтобы отодвинуть границы, они были очень близки после 20-х, после 20-х годов? Я говорил об этом, что ощущение, что вот граница неудачная, оно преследовано. Тут только возникает вопрос, было ли ощущение реальной военной опасности. Ну, не только, когда ты смотришь на карту и там смотришь, сколько там в Финляндии людей, но и просто минимальный анализ того, что происходило в Финляндии, где шло постоянное сокращение вооруженных сил и вооружения, где у власти находились социал-демократы, которые отвергли любое сближение с Германией и запретили фашистскую партию, которая у них возникла. То есть, это была страна, которая, ну, ни при каких обстоятельствах на Советский Союз, ну, никак не могла напасть. Ну, я не хочу никого обижать, там, насчет моськи и слона, не упаси Господь. Но просто потенциалы настолько несоотносимы, что предположить, что Финляндия нападет на Советский Союз, не было, ну, было совершенно невозможно. Тем более, что действительно, мы же теперь располагаем всеми документами, а на самом деле, поскольку это была демократия, то там и документов никаких не надо было, там у них все звучало в парламенте, то было ясно, что, конечно, опасности не представляют. Это был лишь повод, это был лишь повод, потому что у этих замечательных людей вот возникло ощущение, что им тесновато. Сталин даже как-то сказал, Димитров, Георгий Димитров, руководитель исполкома Коминтерна, записал, Димитров, что тесновато стало, надо расшириться. И мысли эти не пропадали, ведь даже после заключения мира, ведь переименовали Карелию, там была автономная область, срочно переименовали в Союзную Республику. Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, хотя она небольшая. Председателем президиума Верховного Совета туда отправили Кусиня, она из Москвы, большая редкость. Почему? Потому что мысль о том, что все-таки удастся освободить Финляндию, она не покидала. И туда стали кадры отправлять, туда отправили, еще более мой любимого, Юрия Владимировича Андропова, который был первым старем Ярославского обкома Комсомола. Ему и там с помощью заключенных участвовал там в строительстве, ему вдогонку отбили орден, придет. Его составили руководить комсомолом Карело-Финской СССР. Там его приметят Кусинин, потом поставят во главе, будет сделать там его вторым секретарем, потом заберет в Москву, и карьера Юрия Владимировича пошла благодаря Кусиню. А Кусинин чудный был человек, замечательное образование, очень воспитываю, профессор, рано приобщившийся к социал-демократическому движению, отказавшийся от такой гуманитарной жизни, нравившийся женщина, он там женился на очень красивой женщине, которая его от души презирала, потому что видела в нем бесконечно циничного человека, которому совершенно все равно, что происходит. И она от него как бы ушла в советскую военную разведку. Она работала в Китае, она была на связи у Рихарда Зорги. В какой-то момент ее отозвали в Москву и посадили как шпионку. И вот Тавиль Гельмич, конечно же, не стал никого беспокоить по поводу жены, потому что он-то лучше других понимал, что такова стратегия. Жену посадил и как-то спокойнее. Ну не то, чтобы Сталин сомневался в Кусине, ну на всякий, ну как-то так надежнее как жена сидит, как шпионка, то ясно, что он может на следующий день или даже после обеда отправиться вслед за ней. Как-то так спокойнее, надежнее. Ее после войны выпустят, потом опять посадили. Вот Тавиль Гельмич на самом верху, но тоже никак это ни секунды не беспокоился. Чудесный персонаж. Вот он воспитал Юрия Владимировича Андропова. Такой беспредельно циничный, абсолютно внутренне холодный человек. Хотя очень образованный. Он потом руководил всей международной деятельностью Коммунистической партии Советского Союза, уже при Хрущеве. И те, кто с ним работал, отмечали, он профессорский, образованный, очень любезен, там ни мата, ни руку, ни со всеми навыками. Беспредельно холодный и циничный человек. Еще один вопрос. Как вы относитесь к заключению пакта Молотова-Риббентропа? Видно, я неясно выразился. Мне казалось, что я человек. Я реагирую на те слова, которые вы произнесли во время своего выступления. Вы знаете, я как-то мне... Я сейчас сам себя процитирую, хотя делаю. Как у них рука-то не отсохла? У меня нет. Нет, у них, которые подписывали. Я понимаю. Как у них вот рука не отсохла. Вот это вот и есть мое отношение. Правда, вы знаете, ну, действительно, у многих есть ощущение, что ну как же, и я часто это слышу, ну как же можно было не подписать? Если не подписали, немцы бы на нас напали. Но это вот говорят люди, которые никогда не изучали реальной истории. Она не только не могла напасть, но и не собиралась. Но нет никаких документов. Вот как готовился план Барбаросса, мы знаем, что писал генерал Маркс. Как потом этот следующий план ставился в генеральном штабе с хопутных сил. У нас все есть, вся документация, мы видим, как готов. Здесь не то, что документация, даже задачи такой не стало. То, что осенью 1939 года Германия не готова была к войне с Советским Союзом. И мы здесь, по-моему, это как-то обсуждали. После трехнедельной военной кампании в Польше Вермах был небоеспособен. Исчерпал запас боеприпасов, в том числе авиабомб. Танковая техника требовала ремонт, авиация требовала ремонт. И никакой возможности военной у Гитлера воевать против нашей страны в 1939 году не было. В 1939 году соотношение было в нашу пользу. Я это все время говорю, хотя бы никто не слышал. Если бы Сталин ударил по Гитлеру в 1939 году, война была бы на чужой территории, никто бы к нам не приходил, и 28 миллионов остались бы живы. А за два года, ну почти за два года, которые все изменятся, потому что выяснится, что у нас все в таком неважном состоянии. Хотя должен заметить, что это впечатление от финской войны было неправильно. Красная армия была сильной, что потом и выяснилось. Гитлер свершил большую ошибку, приняв неудачную финскую кампанию за точную картину жизни Красной армии. Большую ошибку свершил, за что сам поплатился. Ну и мы, правда, тоже поплатили за его ошибку. Потому что Красная армия, конечно, была сильнее. Но два года прошли не очень хорошо для Красной армии, и очень хорошо для Вермахта, который потом еще успешная компания на Западе, на которой дала офицерскому корпусу необходимый боевой опыт, метренировку и слаженность, слаженность экипажа, слаженность боевых частей, слаженность штабов, разведки. Все то, что имеет значение в военном деле. И поэтому летом 41-го года они будут, конечно, в выигрышном положении. А Красная армия ничего, вот эти полтора, два года с 39-го и год с лишним после марта 40-го года не использовали. Поэтому, конечно, Пакт Молотой-Риббентропа был абсолютно вреден для нашего государства. Абсолютно вреден. А потом, это чудовищная репутация. Быть, восприниматься миром, а это было не так, восприниматься миром, как союзник Гитлера. И это никуда не исчезло. Видите, как это сейчас выплескивается вновь и вновь. Выплескивается по политическим причинам, но ведь разделяется множество людей, потому что тогда это залегло. И, конечно, Пакт Молотой-Риббентропа сыграл в этом свою роль. И главное, что не было никакой нужды. Я прошу проще сказать. Знаете, нужд деваться некуда, со всех сторон. Враги все обложили, надо с кем. Кто обложил? Никто на нас нападать не собирался. Ни Финляндию, ни Великобритании, ни Франции. Кто на нас собирался нападать? Единственным врагом. Зачем мы его подписали тогда? Для того, чтобы занять польские территории, бывшие территории России? Руки, чтобы были развязаны. Вот дальше мои предположения об этих людях. Гитлеру, Сталину понравилось, какой легкости. Гитлер решал все проблемы. Ну, что там с французами или с англичанами? Как с ними вести дело? Они приезжают, говорят, нам надо в парламенте согласовывать. А у нас общественность против. А у нас мнение в правительстве разделилось. Месяцами идут переговоры. А тут за несколько часов, за несколько часов они втроем, Сталин, Молотов, Ребентров, все решили. Никаких те парламентов, политических партий, дискуссий в печати, мнение общества. Решили и все. Вот что ему понравилось. Как это? Таким по-пацански. Можно иметь тело с ребятами. И вот ведь самое поразительное, что Сталин такой недо... Он же поверил Гитлеру. Это Ворошилов, Климент Ефремович Ворошилов. Потом уже после смерти Сталин это скажет. Он же говорит, знаете что? Он был доверчивый. Вот если он кому-то поверил, то верил. И вот Сталин искренне поверил, что Гитлер будет руководствоваться теми обещаниями, которые он на себя взял. Вот поначалу-то руководствовался, пока не получал все свое. Гитлер был абсолютно беспринципный, авантюрист. Ну почему-то Сталин сказал, что с ним Гитлер будет, как это, честен и соблюдать будет правила. И поэтому отсюда возникло эти слова, там вероломное нападение. А с кем он дело имеет? С бандитом. Что с вероломным? Бандит вероломно напал. А что он от него ждал? Бандитом. Чудово. Спасибо. Конечно. Можно? Хорошо. Будьте любезны. Скажите, пожалуйста, а как объяснить агрессию в конце июня 41-го года нападения на Финляндию Советского Союза? Нет, это финские войска начали, атаковали, конечно. В 41-м году движение советских войск в западном направлении как раз вот на 24-25 июня и бомбардировка Хельсинки была. Бомбардировка Хельсинки, это все-таки нет, уже Финляндия атаковала Советский Союз, это уже война началась большая, нет, нет, это уже совершенно другое дело, нет, это уже большая война. Финляндия союзник нацистской Германии, нацистская Германия напала, Финляндия присоединилась, это уже другая война, тут мы уже осуждать никого не будем. Леонид Михайлович, а вот какой вопрос, догонку к предшествующему вопросу. Вот вы говорили, что у Германии не было никаких планов нападения на Советский Союз. В 39-м. В 39-м, да, вот по поводу 39-го и 40-го года. Вот где-то я прочитал информацию, кажется, еще на эхе Москвы довольно-таки много информации о том, что напротив, якобы сталинский генеральный штаб такие планы имел и в 38-м, и в 39-м. Вот прокомментируйте, если можно так, эту историю. У меня есть канал в Ютьюбе, и много людей читает, и много пишут мне, я всегда очень внимательно читаю, там, ну, в первую очередь, еще пожелания всякие, о чем рассказать. И есть один очень частый комментарий. Ну, ты, типа, парень, в истории не разбираешься. Вот почитай Суворова, и все поймешь. Это правда так. Ну, знаете, если люди верят в пришельцев, то довольно сложно... Ну, мы располагаем, теперь скажу, все-таки мы располагаем, конечно, не всем массивом документов, к сожалению, но достаточно большим. Но самое простое, это стоит вот в чем. Если Советский Союз, вот как считают некоторые, готовился нанести удар по Германии, то, знаешь, он изготовился, ну, в боксе, вот он готов сейчас ударить. И если в этот момент его ударить, то он же готов, когда он врежет, перехватит на ходу, и так вдарит, что мало не покажется. А вдарили в 41-м году то по нам. И видно было, что не готовился как раз к удару. Если бы Красная Армия была готова к наступлению, разве же Гитлер продвинулся так вперед? Разве нас там попало бы в плен, там, от 4 до 5 миллионов человек? Ну, конечно, хотя бы вот этого простого, конечно, не готовились. Вопрос стоит в том, собирался ли Сталин воевать с Гитлером. Вступаем в предположение. Думаю, что да. Думаю, что, конечно, он исходил из того, что рано или поздно, две державы столкнутся, потому что, собственно, на европейском континенте остались две державы, амбициозные. Ясно, что кто-то один. Но Сталин, отдать ему должность, в этом смысле рассуждал здраво. Германия на два фронта воевать не будет. Он это повторял с немецких слов, потому что Германия после Первой мировой войны два десятилетия, они твердили, что никогда больше на два фронта воевать не будут. Значит, рассуждал Сталин здраво, сначала с Англией разберется Гитлером, потом возникнет уже какая-то опасная конфлик, но к этому времени, после 42-го года, где-то, мы уже будем готовы, и все изменится, и все будет по-другому. Поэтому в 41-м году он никак этого не ожидал, но это видно по всему. Это видно, говорит, ой, там склады военные были близко к границе, явно собирались наступать. Но это кто не знает вообще нашей военной истории. Конечно, склады, прошу прощения, располагались ближе к границе, потому что в любом случае мы должны наступать, но в этом стратегии Красной Армии наступать, у нас же оборона не изучалась в военных академиях, нет такого вида военной действия для Красной Армии, она только наступает, только на территорию. Поэтому, естественно, все боеприпасы, запчасти, все у границ, потому что мы сразу рванем, и что, везти из середины страны, что ли? Конечно, это поближе к месту, мы же рванем вперед, что-то догонять придется. А делать вот что, вот собирались. Ну, как, конечно, нет, это было частью военной стратегии, но не отправляют в отпуск такое число командиров, если собираются воевать, не ведут себя так расслабленно. Ну, это, к сожалению, повод, ну, людям, которые профессионально занимаются военной историей, это все совершенно очевидно. И тут дело не в том, что Сталин был такой замечательный, дело в том, что он реально в 41-м году не собирался воевать с Гитлером, не верил в это до последнего, ведь он верил, была целая кампания дезинформации Советского Союза относительно военных приготовлений, потому что все-таки вы же учтите, что времена не сегодняшняя переброска войск, но она сейчас, вот если обратить внимание, будут маневры НАТО, смысл которых переброска частей из Центральной Европы на наши границы. Это месяц тоже там у них будет большая тренировка, что тоже имеет, кстати говоря, серьезное значение. А тогда же транспортировка войск к нашим границам занимала куда большее время, мы из-за гибельсовских фильмов воспринимаем Германию как моторизованную армию, ничего подобного. Конная тяга на паровозах, поэтому отправка войск, переброска войск с нашим границам занимала длительное время. это фиксировала даже войсковая разведка, разведка с территории, военных округов. Конечно, они видели появление войсковых частей немцев, расположение, переброска военной техники с необходимого снаряжения, боеприпаса, докладывали Сталину, задавали немцам вопрос. Сталин сказал своим, Гитлер объяснил, в чем дело. Войска, которые устали после французской кампании, их суда в Польшу перебросили, отдохнуть немножко. Почему он так говорил? Потому что он верил. Вот тут Ворошилов был прав. Он поверил, что так будет и в это верил. Ну и конечно большая шла дезинформация. Я же говорил, что профессиональных разведчиков нету. Военную политическую разведку в Берлине возглавлял амаяк Захарыч Кабулов. Он стал разведчиком, потому что его старший брат Богдан Захарыч Кабулов был ближайший помощник Берии. Богдан Захарыч был вот такой, мне даже рук бы не хватило, такой пузатый. Он когда шел по Лубянке, значит, рубашка закатана, жарко, естественно, там люди вжимались и с трудом могли его миновать. Стол еще недавно там на складах лежал, мне рассказывали, ребят, ну, за стол не мог воспользоваться письменным столом, поэтому так вырезали ему, чтобы его живот там я не шучу, что это реально здесь, ну, человек с стороны проблемы были. Вот, а маяк Захарыч Кабулов, он младший брат, был счетоводом, бухгалтером в Боржоме, красивый, симпатичный, судька, чудесная тамада. Вот, но этим мы достоинства исчерпывались. Его отправили резидентом внешней разведки в Германию, ключевую точку. Естественно, языков он иностранных не знал, только языки народов СССР. Поэтому работал с агентурой, которая говорила по-русски. Агентура, работавшая по-русски, была двойная агента под подставленной немецкой контрразведкой. Они его подпитывали информацией, это мы имеем, пожалуйста, эти донесения есть, они рассекречат. Что в чем войска, все, какой смысл? Это Гитлер хочет надавить на Сталина. Это психологическое. Вот он перебрасывает войска, чтобы немножко напугать, и получить от него значит готовность на компания. А какие? Ну, там больше нефти, больше материалов, может быть, часть Украины даже потребует. Ну, вот Сталин из этого и сходил. Убоминавшийся здесь Георгий Димитров, руководитель всех о Кумпартии мира, получал тоже информацию о готовящемся нападении, потому что невозможно было скрыть. И вот он записал в дневнике, я же позвонил Молотову и говорит, ну вот, коммунисты предупреждают, что буквально со дня на день начнется война. Молотов, ему Димитров записал в дневнике, сказал, идет большая игра, вы всего не знаете. То есть, они исходили из того, что искренне, что, значит, все, что Гитлер делает, это попытка шантажировать, надавить, напугать. Ну, надо быть к этому готовым, значит, ну, на что-то, возможно, придется, ну, как-то вот. И поэтому, в день, когда Сталина разбудили, сказали, что немцы нанесли удар, он же приехал и стал говорить о том, что Гитлер, может, и не знает, что генералы нанесли этот удар, что это, может быть, так сказать, провокация, отсюда приказ, государство на границу не переходить, там, самолетом не перелетать и так далее. Он все еще искренне не мог поверить, что война наступила. Это тяжелое заблуждение, это бывает с людьми. Единственное, что жертва только дорогая, очень дорогая. Если больше вопросов нет, то я сердечно вас поблагодарю за внимание, да, я же дальнозорки, вижу всех в зале, это практически заснуло, заснули очень немногие, все остальные мужественно держались до последнего. Спасибо вам большое.